Сегодня депутаты окружного парламента открыли весеннюю сессию. Она обещает быть насыщенной. Перед народными избранниками стоят важные для региона задачи. Главная из них – формирование устойчивой региональной базы, которая позволит эффективно и планомерно реализовывать планы и насущные вопросы жизни автономного округа. Повестка сегодняшнего заседания насчитывала 50 вопросов. В окончательном чтении депутаты поддержали закон о гарантиях прав жителей округа, ведущих традиционный образ жизни. В их числе 228 человек, живущих в тундре, но не принадлежащих коренным малочисленным народам, в основном и таком изыряне. Новый закон уже называют подарком к профессиональному празднику оленеводов и настольной книгой для муниципальных чиновников. Закон объединил разрозненные нормативные акты, введенные документы и придал уже существующим гарантиям постоянный срок действия. В том числе по таким важным в быту вещам, как гарантированное получение предметов для возведения чума, печей и мини-электростанции. В перечень необходимого также войдут медицинские и ветеринарные аптечки, средства спутниковой связи и минимальный объем оплаты их услуг. Закон исключает разные толкования предусмотренных гарантий финансовых компенсаций. Депутаты предусмотрели наличие резервных комплектов, которые будут выдавать в чрезвычайных ситуациях. В новом законе также закрепили уже хорошо зарекомендовавшие себя в тундре образовательные медицинские услуги. Их продолжат совершенствовать. Он как бы объединяет все законы, которые связаны у нас с образованием, с здравоохранением. И самое главное, там появляется такая норма, это региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности. Он будет прописан в законе и потом на основании него будет постановление, где четко будет прописываться. Вот для тех семей, которые ведут кочевой образ жизни, будет прописано, что округ им предоставляет. Это и сукно, допустим, для чума, это и брезент, это и электростанция, это аптечки медицинские, ветеринарные. Именно все, что нужно для коренного населения. Самое главное, что там ставится акцент именно на тех людях, которые ведут традиционный образ жизни. То есть они могут быть из числа коренных, из числа народа Севера, но также они могут иметь и другую национальность. И вот эта именно поправочка, вот именно этот акцент, это очень важно, потому что на сегодняшний день ведь у нас есть представители национальности КОМИ, и русские тоже ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. И для того, чтобы получать гарантии государства, это обязательно нужно прописать в законе. Напомним, законопроект прошел общественные слушания. Кроме того, власти провели мониторинг проблем, собрали предложения и пожелания мальцев, ведущих кочевой образ жизни. Закон планирует издать отдельные брошюры и распространить по всей тундре.